Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Сильм, бле, дорогие гости, сильм, бле. Мировые премьеры. Ебай вы! Блокбастеры Голливуда. О, чёрт вас здесь подрайв? Здравствуйте! Все тайны и секреты кинозвёзд. Его дело, это на жару. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали! Ну что, поехали. Действительно, начинается программа «Синема». Олег Пекай и Владимир Веселов вместе с вами. Привет, привет. Да, всем привет. Я так посмотрел, особенных премьер у нас нет. И вообще как-то странно. То есть, как будто бы такой устоялся пул больших громких премьер. Это, в частности, значит, «Топ Ган Маверик». Это «Миньоны. Восхождение Грю». Это «Элвис», это «Джурасик Парк», «Доминион». Это «Тор. Любовь и гром». Вот где-то пять фильмов, которые захватили абсолютно всё. То есть, вот если посмотреть американский прокат, это пятёрка фильмов. Ну, она забирает там 98, наверное, процентов всех площадок, всех сборов кассовых. Все остальные фильмы – это уже такой вот, ну, как бы подбирают крохи за вот этими динозаврами, за титанами. Примерно, я понимаю, так же и у нас в прокате всё происходит. То есть, все смотрят в основном вот эти большие премьеры. И вот я пытаюсь изучить, что в ближайшее время можно посмотреть. Только вот «Кинокултс» пытается, значит, каким-то образом так точечно «Гладиатора», «Инсепшн», то есть начало там «От заката до рассвета» выставить, «Тенет», ну, то есть какие-то такие… В общем, для тех, кого мучает ностальгия, те могут посмотреть что-то ещё, что они уже, возможно, и смотрели, а может быть, не смотрели в своё время на большом экране, теперь могут восполнить этот пробел. А так, да, к сожалению, две премьеры, но они какие-то очень неубедительные, поэтому не знаю, стоит ли о них и говорить, собственно говоря. Ну, видимо, действительно, народ идёт на эти пока фильмы, на этот вот триумвират, хотел сказать, на этот сборник, так скажем, хорошо идут, и пока никто не хочет разбивать эту компанию какими-то новинками, которые, возможно, не стоят чего-то внимания. Потому что я, на самом деле, не слышал, чтобы в том же Голливуде какие-то достойные премьеры прямо блокбастерные вышли, чтобы разбить этот порочный круг. Я тоже, честно говоря, вот не вижу здесь никаких таких кандидатов на то, чтобы ворваться, вот вломиться сюда. Есть вот Bullet Train в ближайшие какие-то... Да, в ближайшие недели там обозначаются... С Брэдом Питтом. С Брэда Питтом, да, возликуют и побегут смотреть, как он там крошит каких-то киллеров в поезде, идущем в Токио. Ну и, кстати, я смотрю, что у нас он даже выйдет на день раньше, чем в Америке. То есть вот такая... Да, так что американских фанатов ждем здесь, может, могут приезжать сюда на премьеру. Что касается новостей, да, или сейчас что-то еще? Да, но, наверное, новостей, а что еще? Главная новость прошедшей недели, наверное, мне так кажется, это свадьба Дженнифера Лопеса и Бена Аффлека. Я не знаю, что еще другое перебило это по медийной популярности. Ты знаешь, я смотрел, была очень трогательная подборка фотографий их совместных, потому что ведь когда-то она бросила мужа ради Бена Аффлека, они завязали роман, их стали называть вот тогда Беннифер. Это было бы 2002-2003 и, по-моему, до начала 2004 года. У них продолжались очень страстные отношения, потому что они оба, ну, в самом деле, привлекательные, очень симпатичные, такие секси, излучающие вот энергию, сексуальность. Люди, и вот это помноженное дало взрывной эффект. Все бегали папарацци за ними, все как бы смотрели в рот, вот что они скажут, что вот будет. И каким-то таким, ну, с одной стороны, они устали, то есть начала сказываться вот эта усталость все время от медийного интереса к ним, и послужило очень плохим толчком, что вот они сыграли в фильме вдвоем, сыграв пару супружескую Джильи, и хотя вроде бы там Мартин Брест, режиссер, который снимал «Запах женщины» и ряд там других очень достойных фильмов, но картину все разругали. Я честно скажу, я потом ее смотрел, но я бы не сказал, что это худший фильм в мире, как там его там все бронили. Ну, абсолютно, ну, да, проходная история, но, может быть, вот ожидания были очень большие, потому что Мартин Брест – самая популярная пара. И какое-то было страшное разочарование, фильм получил все мыслимые там «Золотые малины», и они испугались. Они испугались того, что этот шлейф вот этого негативного пиара разрушит их карьеры, и они тогда расстались. Но, как показало время, расстались зря, потому что ни у Бена Аффлека вот с Дженнифер Гарнер не получилось семью собрать, ни у Дженнифер Лопес как-то вот не вышло с этим баскетболистом, или там она там еще с какими-то... Очень там, да, там и с певцом Марком Энтони, у нее был брак и прочее. Ну, да, я тоже хотел, просто почитал и подумал, что, в принципе, вот в ближайшие последние пару месяцев на наших глазах, по большому счету, разыгрались такие две... На самом деле, вживую два голливудских сценария, которые мы привыкли смотреть в кино, такие стандартные, схематичные сценарии, они разыгрались в жизни. То есть вот в жизни, как в кино. Вот реально такая фраза просто, что сюжеты из жизни переносятся в фильмы, с другой стороны, сюжеты из фильмов переносятся в жизнь. Вот они там практически переливаются одно и с другим. Жизнь имитирует искусство, есть такое выражение. Да, и наоборот, наверное. Потому что сначала мы смотрели за развитием событий развода Джонни Деппа с Эмбер Хёрд, который развивал сначала, значит, красивая свадьба, умудренный опытом актер, популярный со старлеткой. Потом, значит, по классике оказалось, что не такая уж она и наивная, и невинная. Значит, она его использовала, ну, как говорят. И вот, значит, суд, и справедливость восторжествовала. Зло наказано, все ликуют. А он, значит, печальный, уходит в закат думать о своей дальнейшей жизни, потому что ради нее он бросил, опять же, тоже свою любовь и прочее. Это первый сюжет, как бы, ну, вот просто классический, по нему можно снимать драму, просто вот как прямо сейчас взять, накатать сценарий, готовый для Голливуда, опять же, да. И вторая история о том, как встретились два человека, молодые, значит, полюбили друг друга, красивые, популярные. И, наверное, случилась какая-то вот такая нестыковка. Они оба популярные, что-то там пошло не так. Так он ревновал к ее славе, она к его славе. Ну, возможно, я не знаю. Плюс за ними, как ты правильно отметил, гонялись папарацци. Их, наверное, это очень сильно напрягало. Они сами говорят, что это их сильно очень напрягало, потому что охотились просто за каждым их шагом, следили. И они буквально разорвали, по-моему, помотку. Чуть ли не за сутки до свадьбы они решили этого не делать. Вот как бы... Но по законам жанра, по законам жанра романтических драмедий проходит время. Каждый из них, значит, прошел свой собственный жизненный путь. Свои браки удачные, менее удачные дети. И вот они встречаются. Ну, наверное, в реале они там и не теряли друг друга совсем из виду. Но по закону жанра они встречаются и понимают, что, наверное, они друг без друга... Им лучше друг с другом, чем друг без друга. И вот начинается новый виток. Все вокруг, значит, возликовали, потому что все любят, опять же, сказки со счастливым концом. Все-таки, как ни крути. И вот, когда тут пару дней назад этот счастливый, я надеюсь, счастливый конец, он, значит, случился, когда они... Тайно, потому что, опять же, после того, как они объявили о воссоединении, опять все папарацци начали гоняться за ними, значит, с камерами, видеокамерами на перегонки. Они тайно отправились в Лас-Вегас, где в... Ну, там, я так понимаю, упрощенная процедура бракосочетаний. Не надо никаких заранее бумаг заполнять и прочее, о чем могли бы узнать папарацци. Они вот приехали, Дженнифер Лопес написала, что она взяла платье какое-то старое из своего фильма, в котором снималась когда-то. Он там тоже нашел какой-то белый смокинг. И пошли, и зарегистрировали свой брак. И полностью счастливы, и надеются на то, что вместе проведут остаток жизни. Ну, собственно говоря, мы вместе с ними надеемся, потому что хочется, чтобы история эта имела счастливый конец, а не такой, как обычно. Она и имеет очень часто. Я думаю, что это будет даже, может быть, темой для какой-нибудь нашей беседы. Каким образом вот актерские семьи, вот насколько они прочны, потому что практика, конечно, показывает, что чаще всего они заканчиваются разводом именно из-за того, что... Ну, актерская судьба – это такая рулетка, игра в рулетку. И только ты вот наверху, а затем вдруг перестают роли тебе предлагать. И всегда ужасно обидно. Ну, то есть это вот выдержит этот прессинг, когда один более знаменит, одного начинают называть мужем, там, Анжелины Джоли, или кого-то там... Ну, или женой, там, Брэда Питта становится актриса. То есть для звезд это очень тяжелое испытание. Ну, вот, поэтому и говорят, что по молодости они не выдержали этого испытания медными трубами, как говорится. А вот сейчас они сами говорят, что они более... Они выросли, стали умудрённые опытом, и уже не так остро на это реагирует, всё-таки за плечами уже сложившаяся, как-никак уже сложившаяся карьера, которая никуда не денется, и никто не отберёт у Дженнифер Лопес её регалий, никто не отберёт регалий у Бен Эффлека. Конечно, их, наверное, поменьше чуть-чуть в его отрасли, но всё-таки они есть. Ну, зато у Оскар. У него есть Оскар, чего нет у Лопеса. Да, ну, у неё свои награды в музыкальной индустрии, я думаю, поболее. И я думаю, что это как-то их убережёт от взаимной ревности к успехам друг друга, если они будут, эти успехи, ещё в дальнейшем. Я надеюсь, что они будут, конечно. Всячески желаю им счастья, потому что реально они очень милые, мне они очень нравятся, и мне хочется, чтобы у них всё сложилось хорошо. Они, в самом деле, очень красивая пара, и вот эти подборки фотографий доказывают, что ничего не изменилось. Вот как они были такими светлыми, красивыми 20 лет назад, так через 20 лет, в общем, на этих снимках они такими же счастливыми и выглядят. Ещё один, кстати, брак с тайной, ну, даже говорят, возможно, возможно, Аня Тейлор-Джой, та самая, которая шахматная королева, «Ход королевы», по-моему, там этот сериал, она вышла замуж за своего бойфренда Малькольма Макрея. Причём, опять-таки, это неподтверждённая информация, просто ходят слухи, а бедная, значит, невеста уже была вынуждена отправиться в Австралию на съёмки приквела «Безумного Макса». Так что актёрская доля очень сложна и трудна, то есть вот вроде вместо... Ну, возможно, это и разрушает в том числе браки. Вот вы только, значит, с алтаря отошли и побежали скорее уже сниматься, потому что контракт, потому что надо в Клювике в семью миллион принести, ещё один дополнительный. А супруг, наверное, не оценят. И вот эта необходимость перенести в Клювике миллион, то есть вот это нужно отправляться на съёмки, а если, не дай бог, там, ну вот вторая половинка тоже актёрская, то её занесёт на съёмки с другим, а не дай бог там будут какие-нибудь постельные сцены или любовь, то это там тоже поводы для ревности всегда. Ну, просто даже иногда бывает... Даже если ты уверен на 100% в своём партнёре, вот сам факт, что твой супруг там, не знаю, лежит голый в постели с голой другой женщиной и изображает любовь, ну, это как-то не способствует, мне кажется, семейной жизни. Да, потому что, а если вспомнить, например, ведь Бен Эфлик и Лопес снялись вместе не только в фильме «Джилья», они снялись ещё в фильме Кевина Смита «Девушка из Джерси», и там по сюжету, значит, они встречаются, у них рождается ребёнок, и во время родов героиня Дженнифер Лопес умирает, а Бен Эфлик потом встречает другую девушку и крутит с ней любовь. То есть, конечно, наверное, не знаю, чем был обоснован именно такой выбор ролей, то есть не наоборот, а именно вот так вот. Но тоже, наверное, что-то в этом есть смотреть, как, значит, твоя героиня умирает, а чужая женщина потом своим мужем что-то там шашни крутит. Ну, наверное, это выдерживает не каждая женщина, не каждый мужчина способен вот так вот невозмутимо на это реагировать. Хотя, с другой стороны, вот недавно была новость, что порно-актриса известная, которая вышла замуж за парня из Даугавпилса, вот у них родился ребёнок, и я просто порадовался этой новостью, а потом подумал, ну вот каково это быть мужем порно-актрисы? Наверное, это очень экологически... Но она не из Латвии, да, откуда-то из... Она нет, она не из Латвии, вот, он известный паркурист, поэтому переехал в Америку, и там, соответственно, вот они познакомились, закрутился роман и прочее. Вот, просто я подумал, что, наверное, это психологически очень непросто, мягко говоря. Хотя вот они, вот я читал тоже интервью, они признаются, говорят, что это просто работа, то есть, ну вот, супруг должен понимать, что это для меня, это не... Это просто работа, которую я пришла вечером с работы, а как, например, я очень хорошо помню, как, господи, Кейт Уинслет, когда она была замужем за режиссёром... Эвом Мендесом, да. Ну, Сэмом, Сэмом Мендесом, да. Сэмом Мендесом, да. Она говорила о том, что порой было действительно сюрреалистично, потому что она снималась в каком-то вот фильме, она говорила, что вот вечером я прихожу с работы домой, говорю, вот ты знаешь, у меня завтра вот будет обнажённая сцена, а вот как ты думаешь, какую мне грудь обнажать, правую или левую? Вот они сидят и вечером там обсуждают, вот с какой стороны вот он ей даёт профессиональные советы. Она говорит, ну вот потом вот абстрагируясь, я понимаю, что вот муж даёт советы жене, как ей лучше обнажаться, раздеваться перед другими мужчинами. Ну, то есть, ну вот как это... Вот, ну, кажется каким-то совершенно безумным миром, сюрреализмом. Или как Роман Поланский там свою Людвин Сенье в жену, он тоже снимал в эротических сценах этого «Господи с Питером Койотом», какая-то «Луна» там, я уже не помню, какая. Горькая луна. Горькая луна, да. И вот тоже он говорил о том, что вот как они репетировали сцены вечером, а утром он будет снимать любовные сцены со своей женой. Он говорит, что вот это вот такие какие-то вещи, которые очень странные, кажется, для человека со стороны, а внутри вот это работа, ну, такая работа. Должны быть все очень психически и морально устойчивые. А это, кстати, ну, не всегда бывает, потому что действительно есть, например, актрисы, которые очень увлекаются, за которыми ходит слава, что они, ну, влюбляются по-настоящему. То есть они крутят романы, им просто нравится соблазнять партнеров. Говорили, опять-таки, это я, ну, информация, что знаменитая Грейс Келли, вот, которая затем вышла замуж за князя Монако, что она была невероятно вот любвеобильна. И когда снимали фильм «Окно во двор» с Джеймсом Стюартом, ну, тоже он такой очень, ну, он уже даже в возрасте был, и все равно жена вот Джеймса Стюарта примчалась на съемочную площадку, она боялась их оставить наедине, потому что Грейс Келли до этого разрушила брак вот ее подруги, как раз она, ну, на съемках она просто, ну, ей было, ну, чтобы вжиться в роль, вот она соблазнила своего партнера. Будем надеяться, что с Дженнифер Лопесом и Беном Эффлеком это не произойдет. Вот, я еще просто вспомнил, что последний фильм, ну, последний на данный момент фильм Дженнифер Лопес назывался в оригинале «Мэри ми», то есть «Женись на мне», вот, и там она, там обыгрывается, что там очень тонко, наверное, это, наверное, это фильм, тонкий намек Бену Эффлеку о том, что пора бы уже сделать предложение, наконец-то, и осуществить, потому что там все очень хорошо совпадает. Вот главная героиня известная певица, у которой три брака уже неудачные, и у Дженнифер Лопес тоже три брака неудачные, вот, и она встречается с неким тоже певцом-красавчиком, но он ей изменяет, и она тогда выходит замуж за первого встречного мужика, мужика, который пришел на ее концерт, и это, как бы, наверное, такой намек Бену Эффлеку, что, мол, давай, а то я уже готова, собственно говоря, тоже ткнуть пальцем в зрительский зал и выбрать кого-нибудь и осуществить уже свою мечту о счастливом замужестве. И, наверное, он все правильно понял и сделал верные выводы. У нас, между тем, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже послушал ваши мысли. Смотрите, а нужно же ведь учитывать ментальность. Смотрите, например, немецкая семья в эту субботу пойдет в баню, в СПА, и они будут все абсолютно голые, обнаженные, и 90-летняя бабушка, и 5-летняя дочь, и жена, и для них это нормально. Поэтому, когда режиссер обсуждает, какую грудь обнажать своей супруге перед другими мужчинами, так она же вчера была в бане перед сотнями мужчин. Спасибо. Нет, но я думаю, что здесь мы как бы немножко все-таки не настолько в Германии распространено, что прямо вот общие бани на каждом шагу. Нет, в Германии действительно так и есть. Там принято, что в саунах все обнаженные, то есть об этом даже туристов предупреждают и прочее. То есть мужчина прав. Но, возможно, это чуть-чуть некорректное сравнение, потому что там это с детства как бы действительно ментальность такая, что они не видят в этом никакой проблемы. Но мы чуть-чуть говорим о другом, потому что это все не с детства в Голливуде. Режиссеров и актеров воспитывают в том ключе, что, мол, ты будешь обнажаться, и это нормально. Нет, ну это, в принципе, ну это часть актерской профессии, где тело актера является его инструментом, и, ну вот уж извините, нужно его задействовать. Да, но при этом надо не забывать, что там ревность и прочее, они никуда от людей, их нельзя вытравить искусственно, и какими-то там они остаются, и это показывает все те же истории о разводах, о скандалах и прочее. То есть это значит, что они не выхолощены там в Голливуде окончательно, и нету там людей-роботов, которые говорят, ну все, у нас работа, можешь творить все, что угодно, я закрываю глаза и вообще не воспринимаю. Все это остается с человеком, и все зависит от человека, как он это пропускает через себя, и что оставляет, и что, ну, возможно, в глубине души все режиссеры не совсем довольны, что их жены там в чем-то таком снимаются, ну и жены-то аналогично. Ну, может быть, кто-то, значит, более психологически крепок, кто-то менее, но что имеем, то имеем, так скажем, результат видим в новостях. Я, кстати, в детстве очень часто, читая про, например, семьи известных актеров, обращал внимание на строчку, что вот дочь, когда, значит, там, хочет стать актрисой, и отец категорически против. Отец был категорически против. И чаще всего это вот, ну, классически, потому что, да, отец знает эту всю схему, все вот эти сложности актерской профессии, ну и, конечно, да, наверное, ему не очень приятно, что, ну, как... Эти вот издержки. Ой, еще одна была очень интересная такая новость, я, правда, рассказывал о ней вот вчера утром, но хотел бы, может быть, немножко повторить. Дело в том, что осенью должен выйти фильм «Крит-3» Сильвестра Сталлоне. Это как бы продолжение, ответвление от его Рокки. И в связи с этим вот сейчас разгорелся скандал, что на своем официальном сайте в Инстаграме Сталлоне очень оскорбительно отозвался о продюсере Ирвине Уинклере. Уинклер уже очень-очень пожилой, ему 91 год. Но дело в том, что Уинклер является владельцем, как я понимаю, прав на образ Рокки. Но как бы Сталлоне напрямую не говорит, он просто осыпает его проклятиями, говорит, что бездарный паразитирующий продюсер, который мешает мне снимать дальше, значит, ну вот в большом количестве эти фильмы про Рокки, без него было бы гораздо проще. Однако подоплека очень простая. Дело в том, что в 76-м году, когда Сильвестр Сталлоне, побывав на матче Мухаммеда Али и, вот забыл, боксера, где достаточно малоизвестный боксер сумел продержаться против Мухаммеда Али вот энное количество раундов, и хотя его побили очень сильно, Мухаммед Али побил, но тот все равно вставал и вот, ну, бился до последнего. И Сталлоне настолько был потрясен вот этим боем, что он сел и за три дня и три ночи написал сценарий Рокки, где ведь история абсолютно та же самая, что именитый боксер, против него выходит на ринг малоизвестный соперник, который, ну, все ждут, что это просто будет, ну, господи, стукнет, и он упадет на ринге. А этот парень оказывается вот крепким орешком, и он бьется до последнего, и чемпион выигрывает буквально по очкам. Вот просто судьи присуждают ему победу, хотя все симпатии вот, ну, вот на стороне этого молодого парня. И когда Сталлоне носился с этим сценарием по голливудским студиям, все говорили, окей, мы покупаем, замечательно, но Сталлоне говорит, а я хочу сыграть главную роль. Нет-нет-нет, тогда, приятель, мы должны взять кого-то известного, потому что мы же хотим снять очень, ну, если это фильм, то тогда мы должны брать на главную роль известного актера. И тогда Сталлоне вот с этим Ирвином Уинклером заключил, как раз-таки это был договор, что он практически бесплатно отдает ему сценарий, отдает, как бы, я понимаю, было мелким шрифтом права, но кто думал, что это будет настолько успешный фильм? И взамен получает возможность сыграть главную роль. И в том году это был, ну, вот Рокки стал триумфатором, он же получил Оскар как лучший фильм, он получил шесть номинаций на «Золотой глобус» и выиграл тоже лучший фильм, а Сталлоне был как автор сценария номинирован и как исполнитель главной роли, ну, вот на «Золотом глобусе», на «Оскаре» его не номинировали. И, ну, вот спрашивается, конечно, вот насколько сейчас, и получается так, что этот продюсер все 47 лет, которые вот существуют Рокки, он держит права на эту франшизу и получает каждый раз деньги исправно от новых фильмов Рокки, которые снимает Сильвестер Сталлоне. И Сталлоне это очень не нравится, он злится, он бесится, и вот это дурацкое авторское право, ну, сложно сказать, вот справедливо это или несправедливо. Все как будто бы по закону. Но в последнем, там вот Сталлоне опубликовал пост, он нарисовал карикатуру, где в виде змеюки изображен этот продюсер, и он ему пишет, ну, отдай ты мне, ну, слушай, ну, вот, наверное, уже справедливо через 47 лет, ну, верни мне права на этого Рокки злосчастного, ну, я просто уже вот просто принципиально хотел бы что-то оставить своим детям, но ты уже накушался этими долларами за 47 лет, которые тебя вскормили, ты пальцем о пальцем больше не ударил, ничего не делаешь, только стрижешь купоны, ну, сколько можно? И вот этот вопрос вот действительно повисает в воздухе, вот по закону этот продюсер имеет полные права на франшизу Рокки, я думаю, что после этой оскорбительной карикатуры вряд ли он захочет возвращать Сталлоне права, то есть можно было, ну, договориться мирно, может быть, но вот такие парадоксы авторского права. Ну, да, наверное, Сталлоне обидно, действительно, ну, что ж, так есть, в свое время этот продюсер ему помог, теперь пожинает за это плоды, это, ну, как бы риск, это для него тоже был, наверное, и он пошел на него, и вот с тех пор получает, ну, наверное, чисто по-человечески можно рассуждать, там, и морально-этически и прочее, прочее, возможно, он мог бы уже сказать, ну, ладно, все, я там заработал 10-100 миллионов, вот получай обратно. Ну, он не хочет, ему там 90 с чем-то лет, может, он считает, что он еще десяток проживет, может, ему еще не хватает пару миллионов для счастья. Ну, да. Ну, с другой стороны, я, опять же, не знаю, а что не хватает Сталлоне, ему что, его миллионов не хватает, ведь он же тоже получается с этих фильмов деньги, ну, неужели мало, я не знаю, честно говоря. Я тоже не знаю, мне кажется, что, да, вот эти два пожилых человека, которые делят между собой, как бы это так недостойно выглядит со стороны. Мы не можем жонглировать их цифрами, их миллионами, не можем понять, как у них там это все происходит, потому что это реально для нас это выглядит жонглированием миллионами и рассказами о том, как тебе не хватает на колбасу, понимаешь, одного миллиона как раз вот не хватило. Поэтому кажется, ну, какая разница, ну, снимай этот фильм, тебе же не запрещают, он же не запрещает ему снимать очередные там и криды и прочее-прочее, снимай, получай свое процент. Старенький дядя получит свой процент за то, что в свое время помог молодому начинающему сценаристу, которого никто не знал и знать не хотел, в конце концов. Ну, неужели это не, как бы, так плохо, не знаю. Вот мне тоже, потому что я думаю, что не согласись вот Ирвин Уинклер тогда помочь Сталлоне, но вот получить главную роль, ведь это дикий риск, просто взять достаточно... Да, потому что, если вспомнить, Сталлоне снимался в итальянской порнографии, поэтому доверить ему фильм, снять его в главной роли в чем-то более серьезном, наверное, был действительно риск, на который не каждый готов был пойти, а этот человек пошел. И вот если бы этого фильма не было, вот просто, я думаю, Рокки, знали бы мы вот такого актера, как Сталлоне, потому что каким бы образом ему выпал бы еще один шанс так вот, ну, прогреметь на киноэкране, вот очень большой вопрос. И может быть, действительно, карьера Сталлоне... Часто говорят, что актерство – это лотерейный билет, который невозможно объяснить. Есть очень талантливые люди, которые всю жизнь, ну, как будто бы они не звезды. И есть люди, которые становятся звездами, потому что они просто оказались в нужное время, в нужном месте. Ну, и вот просто философская, конечно, такая тема, но я действительно не знаю, на чьей стороне, от Ирвина Уинклера или Сильвестра Сталлоне, потому что у каждого это своя правда, а истина, наверное, где-то посередине. Вот. У меня еще есть несколько новостей. Просто я смотрю, у нас времени почти не осталось. Может, мы эту тему прибережем для следующего раза большую. Мы просто хотели поговорить об актерах, которые перестали сниматься. Это действительно, мне кажется, очень интересная и большая тема. Я там выписал длиннющий. Я просто сам удивился, как много актеров, я даже не знал, что они перестали сниматься и ушли из кино. Но это вот затравка для следующей нашей передачи. Съемки «Дюны-2» начались. Вот просто Дэнни Вильнев официально объявил. Радует. В Венгрии или где-то там, в Румынии, где-то вообще. По-моему, в Венгрии. По-моему, мне кажется, в Венгрии, в Будапеште. Вот. Но очевидно, что пока еще только это такая вступительная часть. Наверное, локации ищут и прочее, прочее. Но в любом случае радует. Радует. Значит, фильм второй мы увидим таки. Потому что после того, как вышел первый, еще не было какой-то ясности. При том, что вроде бы это было такое событие года в фантастическом кино. Но ясности не было. Сейчас ясность есть, и это хорошо. Ну, все ждут вот с нетерпением второй части. Там присоединяются новые актеры. В общем, все идет своим чередом. А между тем, вот пишут, что Netflix действительно потерял миллион подписчиков за весну и лето. Сейчас у него 220 миллионов подписчиков. Понятно, что ушел он из России. И тоже какая-то потеря была абонентов в связи с этим тоже связано. Ну и, конечно, большое количество конкурентов. Потому что сейчас это одна из главных... Ну и главная головная боль. На что подписаться? Потому что Hulu, HBO Max, Disney+, Amazon, Netflix. То есть просто глаза разбегаются, люди просто не понимают, а что, на все подписаться просто денег не хватит, учитывая нашу тут сложную экономическую обстановку. И кто-то даже говорит о том, что это неминуемо сейчас, конечно, шаг за шагом ведет к смерти традиционного кинопроката. Потому что все больше людей все-таки предпочитает смотреть кино дома. И создается невероятное количество контента. То есть я когда вспоминаю о том, что, по-моему, в Советском Союзе где-то в 30-е и 40-е годы создавалось 5-6 фильмов в год. То есть их снимали, потому что, особенно в последние годы жизни Сталина, потому что он должен был лично отсмотреть и оценить ленту как главный цензор. И поэтому каждый фильм там просто, ну, его мариновали, пока вот самый верховный, главный зритель не посмотрит и скажет, это хорошо или это плохо. А поскольку он уже был старенький, у него еще было много других дел. То есть до кино не всегда руки... Где-то 6, ну, хорошо, 7, может быть, 8 фильмов. Но это же можно... Сейчас в России, наверное, возможно, сложатся схожие ситуации. Ну да, да. Потому что катастрофическое, конечно, там отсутствие... Но, с другой стороны, вот именно то, что снимается огромное количество фильмов не только для сейчас кинотеатров, но и специально для стриминговых сервисов, это просто уже можно потеряться. То есть каждый день буквально появляются новинки, новинки, новинки. То есть новые, только одни трейлеры, вот новинок, они заполняют интернет. И такого количества контента, я думаю, что никогда еще не создавалось, вот игрового киноконтента, как сейчас. Вот. Ну да, но, с другой стороны, просто тут нельзя не упомянуть о качестве. Количество... Конечно, да. Не значит качество, они, как правило, обратно пропорциональны. То есть, соответственно, да, старые режиссеры с этим тоже недовольны, воюют. Ну, наверное, они как-нибудь, так скажем, вымрут, как мамонты, а молодые уже не будут говорить о том, что мы можем творить только для большого экрана и прочее подстроиться. Но, в любом случае, когда все-таки... Очевидно, что когда выходят 5-6 фильмов в год, на их подготовку тратится намного больше времени, и они выходят более качественными, наверное. Ну, конечно, мы не будем уже там в крайности впадать и говорить о том, что да, давайте, чтобы выходило 5-6 фильмов в год. Но все-таки, когда каждую неделю выходит по 20 фильмов, это уже говорит о том, что ни о каком качестве все замыливается. И актеры известные. Вот, опять же, возвращаясь к теме, что пропал термин «звезды», потому что невозможно «звезде» сниматься по 50 фильмов за год. То есть, это все пропадает, убивает какой-то именно статус звездности. То есть, это все-таки должен быть ограниченный доступ к телу «звезды», в том числе и по количеству фильмов. А когда их 20, а «звезд» всего там 200, у них ротация происходит какая-никакая, но все равно, так или иначе, любую популярную «звезду» начинают просто всовывать в каждый второй фильм, и это через какое-то время уже достаточно быстро в результате. В наше время надоедает и прочее. В результате, да, происходит ситуация, когда «звезды» мельчают, фильмы тоже мельчают, но зато их огромное количество. Ну, тут как бы палочка о двух концах. Как раз о ротации «звезд» мы поговорим в следующей программе. Мы поговорим именно о том, о тех «звездах», которые вышли уже как бы на пенсию и перестали сниматься. И вы сами удивитесь, узнав, какие популярные имена в этом будут списки. Ну, а пока мы прощаемся до следующей недели. Владимир Веселов, Олег Пека, программа «Синема». Всем хороших, хотелось бы, ну, выходных впереди, выходных, хороших фильмов и всего хорошего. До свидания. Да, всего хорошего. Пока. Радио Болткома